Аэроджип это глиссер на воздушной подушке. Такая машина-амфибия способна передвигаться по глубокому снегу, битому льду, мелководью рек и озер, а также по несудоходным и заболоченным местам. Первым делом в конструкторском бюро разрабатывают новую модель аэроджипа. По утвержденным эскизам дизайнер создает общую модель судна в 3D и отдельно моделирует все детали. Из конструкторского бюро мастер-модели в электронном виде поступает на участок изготовления. Он оборудован станком с числовым программным управлением. Это верткий аппарат способен работать в пяти плоскостях, придавая заготовке любые формы. Специалист загружает в память станка данные производимой детали. По ним машина-фрезой отсекает от заготовки все лишнее и изготавливает нужную мастер-модель. По моделям выклеивают матрицу каждой части корпуса. В нашем случае это днище аэроджипа. Саму деталь создают по готовой матрице. Для этого в специальной камере на нее наносят геккель-коут – жидкий пластик. Он образует прочную декоративную основу с минимальным влагопоглощением. Такую полиэфирную смолу часто используют в производстве морских судов и сантехники. Жидкий пластик подсыхает в течение полутора-двух часов. Затем заготовку вручную снимают с матрицы и клеят на нее армирующий силовой слой. Для этого дно детали промазывают смолой, наносят ее малярной кисточкой. Потом раскатывают стеклоткань и стекломаты. Это они будут держать всю нагрузку при эксплуатации глиссера. После высыхания получившийся пирог выравнивают и обрезают. По такой технологии делают все детали корпуса аэроджипа и отправляют их в сборочный цех. Здесь из пластиковых частей собирают корпус судна. Затем на него устанавливают двигатель от снегохода «Тайга» мощностью 50 лошадиных сил и большой пропеллер. Соединяют ось двигателя с винтом, натягивая на них приводные ремни. После монтажа пропеллер и мотор накрывают пластиковым кожухом и устанавливают дополнительные габаритные огни. Также ставят два сиденья и предварительно сваренную защитную металлическую сетку, которая защищает людей от винта. Осталось нарядить наш глиссер в тканевую юбку. Это обмундирование играет ключевую роль в жизни судна. Принцип работы аэроджипа основан на том, что он движется за счет потока воздуха, который создается винтом. Юбка глиссера, сделанная из прочных тканевых сегментов, помогает уловить этот поток и создает подъемную силу. То есть при вращении пропеллера основная часть потока уходит назад и, упираясь в юбку, толкает аппарат вперед. Меньшая часть попадает под днище. Через отверстие надувает юбку и приподнимает глиссер на 20-25 сантиметров над поверхностью. В результате аэроджип способен буквально лететь над любой поверхностью, развивая очень высокую скорость и даря пассажирам незабываемые впечатления.